Сейчас вновь перенесемся в Гамбург. Там продолжается встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Это их первый личный разговор, поэтому внимание к нему особенное. В прямом эфире ко мне вновь присоединяется мой коллега Антон Верницкий. Антон, ну судя по всему, встреча уже идет дольше запланирована. Что известно на эту минуту? Да, известно, Дмитрий. Действительно, встреча с Трампом все еще продолжается. Хотя Белый дом говорил, что она будет недолго, не больше 35 минут. Но, значит, действительно, разговор, к которому было приковано внимание всего мира, наверняка сложный. Но все-таки он идет. И, как когда-то сказал, по-моему, Сергей Лавров, кажется, разговаривать лучше, чем не разговаривать. Настрой у президентов деловой. Они не стали отвечать в начале этой встречи ни на один из вопросов журналистов. Хотя американские коллеги наши кричали что-то про взлом серверов, обвинение в этом России. Но и Трамп, и Путин на это просто улыбнулись и сказали, что рады первой встрече и личному общению. Господин президент, я рад встрече с вами. Мы с вами уже обсудили целый ряд вопросов и будем продолжать это делать. Я с нетерпением ожидаю от нашей встречи позитива для Соединенных Штатов и России и всего мира. Для меня большая честь встретиться с вами сегодня. Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону по очень важным вопросам двухсторонней повестки дня и международной. Конечно, телефонов-разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы позитивные двухсторонней повестки дня и наиболее важные острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи лично необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат. Спасибо большое. Но мы пока наблюдаем за тем, что происходит на встрече Путина и Трампа. Спасибо. Антон Верницкий работает в Гамбурге.